Yo, what's up? Всем салют! Вы находитесь на канале Check It Out. Подпишись, если до сих пор не подписан. Меня зовут Тальтер и это мои усы. Как вам? Напишите в комментариях. Это ненадолго, это просто по приколу. В общем, сегодня мы с вами говорим о техническом и бытовом райдере Miyagi Andy Panda, который у меня когда-то появился. Я обещал рассказать вам историю о том, как я познакомился с концертным директором. Сейчас он у них другой. Тогда был другой. В общем, давайте по порядку. Я еще сам как бы не читал. Ну, то есть я давно уже не читал, так что буду вместе с вами читать. Что тут интересного? Давайте я сначала скажу, что такое райдер. Райдер — это типа договор между концертным директором и организатором. То есть тут прописаны условия, которые должен выполнить организатор. Все пункты бытового райдера обязательны для выполнения. И я приглашающей стороной. Любые отступления от бытового райдера невозможно без предварительного согласования с администратором группы. При наличии несогласованных отступлений от бытового райдера администрация коллектива имеет полное право отменить выступление. Что делать? А, идем в Саванск, нефтеграду, эспект. Мы на месте. Скоро выходим читать. Все зависит. Ну, всем. Это Дико-Дико Рэм. Все будет чики-пуки. Если согласованы райдеры, подписан договор и перечислены 50% насчет менеджмента группы. Вот. Только потом группа едет... Ну, группа, артист, в общем, едет выступать с концертом в какой-то город. Тут несколько... Это у нас бытовой райдер. Здесь несколько пунктов. В общем, концертный состав, транспорт, размещение, питание, греберная комната, моя любимая, охрана, оплата и прочее. Вот. До технического доберемся, но там, по сути, ничего не интересного. Ну что, приступим. Первый пункт. Концертный состав коллектива. Я не знаю, как сейчас, но в том году, в 2016, ну, в то время, стандартный концертный состав был три человека, в том числе турменеджер. Все. Это весь пункт. Транспорт. Здесь уже несколько, в общем, подпунктиков есть. Все, конечно же, обсуждается. Я не буду это повторить уже. Короче, все обсуждается. Все какие-то другие варианты, они обсуждаются с турменеджером группы. Заранее. Вот. Ну, что у нас здесь прописано? Авиаперелет. Конечно же, три билета. И все должно предоставлено быть за три дня до вылета. Три билета эконом-класса. Тут им-сюдым. Ля-ля. Перелет осуществляется только авиакомпанией Аэрофлот и С7. Авиакомпанию ЮТР организатор обязан согласовать с турменеджером коллектива. Не знаю, что сделали вообще ЮТР им и зачем согласовывать. Я не знаю, что это за компания вообще. Ну, короче. ЖД-переезд. Общая продолжительность ЖД-переезда не должна превышать 20 часов. Вагоны и ниже класса купе. При переезде поездом более 6 часов организатор оплачивает питание всего коллектива из расчета 500 рублей на человека. Ну, сейчас я думаю дороже. Фиг знает. Дополнительные места в купе покупаются на имя турменеджера коллектива. Ну, окей. Автотранспорт. На все время пребывания коллектива в месте проведения выступления организатор должен предоставить комфортабельный легковой автомобиль на 4 посадочных места. Из соображений безопасности, конечно же, группа не перемещается на вызванных такси или пойманных на дороге частных извозчиков. Если это было реально, ну, пункты же просто так не появляются, наверное, то это очень забавно. Если кто-то там, типа, вызывал такси, что-то как-то сомнительно, ребят. Для междугородних переездов коллектива, в том числе на расстоянии до 400 километров, это, допустим, вот они выступали бы в Казани, и я их захотел бы к себе привезти еще в Нижнекамск. Как раз до 400 километров, то мне надо было бы предоставить автобус класса люкс со свободным багажным отсеком, рассчитанный от пяти и более посадочных мест, не менее двух рядов кресел. В общем, да, ла-ла, туда-сюда, при переезде более шести часов должны быть бутерброды, минеральная вода и сок, в общем. Ну, все очень простенько здесь по транспорту, да. Коллектив должен прибыть в отель не менее чем за шесть часов до начала саундчека. О саундчеке мы еще поговорим. Ага-га, а вот, убытие коллектива из города, проведение мероприятия, осуществляется на следующий день после мероприятия. Питание и проживание должно быть предусмотрено и оплачено за счет приглашающей стороны. Бывает так иногда, что организаторы хотят сразу же после концерта отправить артистов к себе домой, чтобы сэкономить, чтобы сэкономить на идее, на проживание и так далее. И это понятно. И вот здесь это прописано, то что артисты должны отдохнуть и покушать еще на следующий день. И это нормально. Вот. А, что у нас? Гостиница, да. Гостиница должна быть не ниже трех звезд, в общем. Тут, по сути, тоже ничего такого интересного. Как бы гостиница должна находиться близко к концертной площадке. На весь срок пребывания в коллективе гостиницы должны быть забронированы три одноместных номера с двухспальной кроватью. Ла-ла-ла. Ничего интересного. Моя любимая гримерная комната. Что тут у нас, в общем, им надо, чтобы у них были ключи от гримерной комнаты. Вот. Если нет ключей, то должен быть охранник, что, собственно, понятно. Гримерная комната должна находиться рядом с туалетом. Если там внутри как бы нету туалета, то он должен быть где-то рядом в зоне, как в зоне, в служебной зоне. Вот. В случае, если коллектив не остается на ночлег в гостинице, вот тут опять же, да, то на площадке должен быть предоставлен душ и три-четыре банных полотенца. Все, переходим, короче, к самому интересному, что должно быть в гримерке. Это, в общем, электрический чайник, распечатанные технически бытовые райдеры. Я не знаю, зачем они, но идем дальше. Фрукты, бананы, киви, яблоки тут написано. Ну, еще, наверное, что-то, я не знаю. Минеральная вода без газа. Десять бутылок по 0,5. С газом пять по 0,5. Мне кажется, все изменилось. У меня, к сожалению, нет нового райдера. Все, идем дальше. Кока-кола, два литра. Соки. Фруктовые и персиковые, два литра. 0,7 виски. Джеймсон, я не знаю, ребята пьют или нет, но тут вот прописано. В общем, скорее всего, это концертный директор или еще что-нибудь кому-нибудь. Лимон нарезанный, бумажное полотенце, маркеры, бумага, полотенце, уже махровые, мясная нарезка и бутерброды. Если честно, ребят, это очень простенько. Ну, короче, у некоторых неплохо так расписано. Возможно, у ребят сейчас тоже. Фиг знает. Охрана. Это все понятно, я думаю, да, охрана должна их сопровождать. Охрана должна быть заранее проинструктирована организатором о слэме и стейдж-дайвинге. Обязательно лояльно относиться к публике, не заламывать руки, не бить поклонников и не выводить их за пределы клуба за танцы. Я не знаю, о каком слэме и стейдж-дайвинге идет речь. Типа, разве у них это возможно? Кто бывал на концертах Ниаги и Энди Панда? Там слэмится? Что-то мне в это не верится. Не знаю, но этот пункт есть. И, возможно, он просто так висит. Может, это просто еще... Бывает то, что просто у концертного директора бывает несколько артистов, и он мог просто копирурнуть и этот пункт оставить. Типа, и ладно, пусть будет. Вот, идем дальше. Оплата. Организатор осуществляет оплату суммы гонорара. Я уже говорил, то, что в размере 50% в течение трех рабочих дней с момента подписания договора, а остальное уже менее чем за час до выхода на сцену. В случае отмены выступления по причине неисполнения бытового или технического райдера деньги не возвращаются. Вот, допустим, что-нибудь не согласовали? Типа, извините, у нас нет махровых полотенец, у нас есть другие. Все. Чувак, гуляй. 50% наших. А ты отдыхай. Вот такие вот моменты могут быть. Поэтому не так просто вот взял и привез артиста. Это мы еще до технического райдера не дошли, чуваки. Прочее. Что тут прочего? Тут, по сути, ничего интересного. То есть анонсировать надо это мероприятие. То есть если город с населением менее 1 миллиона человек, то от тысячи штук афиш надо расклеивать. Для городов-миллионников от двух тысяч. Вот если вы видите везде афиши у меня Генди Панды, то, значит, чуваки, короче, ходят и бомбят. Ну нет, есть как бы волонтеры, которые хотят помочь, типа и бесплатно попадают на концерты. В итоге я был волонтером на концертах, я знаю. Вот, фото и видеосъемка выступлений группы обязательны. И согласовываются с турменеджером группы. Любые интервью и пресс-конференции уже тоже так же согласовываются. Артисты группы не участвуют в рекламных и корпоративных акциях спонсоров концерта группы. Либо такое участие оплачивается отдельно. Обсуждайте с менеджментом группы. Бывает, что типа, вот я спонсор, я типа денег кинул на концерт, пусть он вот там прорекламирует то-то, то-то. Тут уже написано, чувак, либо отдельная плата, либо нет. Вот, и это все правильно. И по сути тут больше ничего интересного. Ну, как бы, да, есть свой список. Артист может предоставить, типа, мне вот это, вот этих, вот этих, вот этих людей бесплатно привезти. Собственно, все, тут больше ничего интересного. Перейдем к техническому райдеру. Здесь у нас прописывается саундчек. И, собственно, что должно быть в технике, что должно быть выполнено из технического райдера. В общем, технический райдер это сцена, что должно быть на сцене, освещение, звук, дым, экран и так далее и тому подобное. Площадка должна быть полностью готова к работе за час до приезда артиста на площадку. Вот, в случае полной готовности саундчек проходит за час. В окончании саундчека планируется минимум за полчаса до начала запуска людей на площадку. В случае, если артист не обнаруживает готовность к площадке, он имеет право отменить выступление. Саундчек длится один час и должен начаться минимум за два часа до запуска публики в зал. Для начала саундчекания иногда, знаете, а хотя нет, нормально, все нормально. Иногда просто стоишь у входа и слышишь, как там кто-то репетирует. Вот, ну я думаю, вы знаете, что такое саундчек, да, они проверяют как раз-таки звук, свет. Вот, до саундчека мониторы должны быть отстроены. Мониторы — это вот такие колоночки, которые направлены на артиста, чтобы он себя слышал, музыку слышал и так далее и тому подобное. Это не такие мониторы от компьютера и так далее. Персонал, принимающий стороны, должен подготовить сцену и произвести необходимую коммутацию. Звук, свет, дым, кулисы до начала саундчека. Все это понятно. Звук зале должен быть установлен и предварительно отстроен. Двери площадки должны быть открыты для публики, не раньше чего. Короче, все то же самое. Сцена. Два микрофона марки Shure и Sennheiser с комплектом запасных батареек. Два CD-проигрывателя. Ну, это диджейский пульт, в общем. Два компрессора. Четыре монитора на переднем обрезе, один для диджея, ну, вот для диджея. В общем, если сцена не более 6-8 метров, обязательны прострелы в рабочем состоянии общей мощностью от 1 кВт. Наличие местного диджея с ноутбуком для... Может, у них сейчас есть диджей, конечно, я не знаю, но тут вот местного написано. Вопросы относительно диджея обсуждаются с директором коллектива дополнительно. То есть, это еще надо будет согласовать, какой диджей. Что тут? Минимальные требования по освещению сцены. Это все, короче, неинтересно. Да и машина вот тут должна быть какая-то. Во время концерта у сцены должны находиться работники сцены для выполнения требований группы и быстрого устранения возникших неполадок. Видео, если на площадке имеется проектор или светодиодные экраны, то должно быть предоставлено оборудование, способное воспроизводить файлы формата mp4. Все пункты технического и бытового райдеров обязательно, и мы настаиваем на их актуальном выполнении. Любые отступления от райдера невозможны без преждевременного обсуждения с менеджментом группы. Вот так вот примерно выглядел технический бытовой райдер Miegi Andy Panda в 2016 году. И самое интересное, сколько они стоили. А может вам не говорить? Короче, кто точно пропишет сумму за обоих, которые они получали в 2016 году, ну и в то время, тому я поставлю лайк. Мне просто дарить нечего, у меня ничего нету, я безработный чувак. Вот, поэтому я просто лайк поставлю, и вы, собственно, поймете. Оставим все-таки это в секрете, эту сумму. Но она очень забавная. Вот, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Спасибо, что дочитали вместе со мной. И убедились в том, что я умею читать. Не очень хорошо, конечно, но умею хоть как-то. Спасибо всем за внимание. Ждите, скоро у нас выйдет клип-чарт. И скоро будет прослушка. Так что следите. Подпишитесь, нажмите колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Я это все сказал. Все, я могу спокойно уходить. Всем пока. Всем спасибо, все по-милучию. Отпиши. Check it out.